МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хороший лыжный праздник, это традиция, которую мы очень чтим, это достойная память Борису Глебовичу Мозрукову. В этом году мы проводим празднование, в том числе посвященное и 75-летию нашей отрасли. Отрасли, которая создала атомный щит, щит, который позволил нашей стране 75 лет жить в мире. И мы также должны быть благодарны. И вот Борис Глебовичу, который внес достойный вклад в создание первой атомной бомбы. После возложения цветов на обновленной лыжной базе многократный чемпион мира по лыжным гонкам среди любителей Вячеслав Кайдаш вместе с членами комиссии по работе с молодежью профкомарфиат Снеев зажег огонь соревнований и дал старт 41-му мемориалу Бориса Глебовича Мозрукова. На снежную трассу традиционно вышли сотрудники подразделения института. Жители Сарова, гости из других городов, ветераны спорта. Спортивный праздник собрал в этом году почти 3 тысячи человек. Безусловно, это самое массовое мероприятие года. Это мероприятие входит в календарь РФСО «Атомспорт». И, конечно же, ему уделяется особое внимание. И у нас приглашены гости различных городов. Сегодня присутствуют здесь город Озерск, город Ладейное поле, Москва, Академики РАН, АКБМ, НИИС, наши коллеги. Город Заречный представлен очень большой компанией. Галина Ладыгин работает ведущим инженером-технологом в производственном объединении «Старт» города Заречный. Уже десятый год подряд женщина приезжает на лыжный марафон и занимает призовые места. В этот раз спортсменка стала лучше на дистанции 5 километров. Дистанция 5 километров у нас спортивная, спуски, подъемы. И хорошо, что в этом году разделили старт по группам. Сначала мужчины, потом женщины, потом дети. У нас обычно случаются завалы на первом же подъеме. В этот раз удалось этого избежать. На финише участникам ждал горячий чай и угощение. На мемориал Бориса Глебовича Музрукова любители и профессионалы приезжают не ради медалей. Спортивный праздник – это еще один повод активно использовать для здоровья и провести время в компании своих коллег. Обменяться опытом, а также в очередной раз почтить память выдающегося человека. Азарт соревнований, спортивный дух и положительные эмоции – пожалуй, все, что нужно для сплочения любого коллектива. Саровская федерация боулинга почти полностью состоит из сотрудников РФАЦ внеев. С 2018 года они регулярно проводят турниры в ресторане «Прайм». Зимняя боулинг-лига не стала исключением. В финале высшего дивизиона встретились 8 игроков. В дивизионе 8 человек, каждый с каждой играет 2 партии. Если обе партии выиграл, победил 2-0, 3 очка в зачет. Если одну выиграл, то проиграл нищая одну очко, но проиграл ноль. Ну и по итогам турнира, кто больше всех очков набрал, тот чемпион. Вот так же в каждом дивизионе. Двое худших из дивизиона вылетают, двое лучших переводится на дивизион выше. Стремление к победе и точность движений соперников придавали динамике во время игры. В перерывах между бросками участники смогли перевести дух на уютных диванах, которые расположены рядом с дорожками, насладиться общением и обменяться опытом. После подведения итогов организаторы наградили лучших игроков дипломами, медалями и призами от спонсоров. Алексей Озев впервые соревновался в высшем дивизионе. Мужчина увлекается боулингом почти два года. Со временем наработал опыт и технику. В этот раз ему удалось занять третье место. Я вначале был пониже в дивизионе, его выиграл. И вот попытался составить конкуренцию в первом дивизионе. Очень сильный состав. Я шел на первом месте, но последние две игры меня подвели. Но я остался в призовых, я этому рад. В ресторане «Прайм» созданы все условия для комфортной игры в боулинг. Восемь дорожек фирмы «Бранцвик» рассчитаны на игроков любого уровня подготовки. От любителей до профессионалов. Каждая из них оснащена системой автоматического подсчета очков и мониторами, на которых сразу можно увидеть результаты. Администрация идет нам навстречу практически 95% вопросов. Всегда находим общий язык. Огромная благодарность клубу «Прайм». Очень удобная площадка, оптимальная площадка для проведения турниров любой категории сложности. Зал для боулинга в ресторане «Прайм» подходит для проведения любых мероприятий. От детских дней рождений до корпоративных банкетов в спортивном стиле. Здесь можно весело и увлекательно провести время за игрой, в уютной атмосфере насладиться блюдами русской, паназиатской и европейской кухни. 14 секунд. Именно столько понадобилось саровским хоккеистам, чтобы забросить первую шайбу в матче с командой Сеченова. Встреча, результаты которой не влияли на распределение мест в турнирные таблицы, началась со стремительной атаки наших спортсменов. Еще одну шайбу они забросили через 5 минут. Потом снова гол в ворота гостей. На перерыв команды ушли со счетом 3-0. В первом периоде гости не смогли пробить защиту саровчан. В этот раз Сеченовский клуб приехал не в полном составе. За команду гостей играло почти вдвое меньше спортсменов, чем у саровчан. По уважительным причинам, да, мы сегодня в очень высеченном составе приехали. Не то, что ряд ключевых, ключевых игроков не было у нас сегодня в составе. Тем не менее, хочу поблагодарить ребят, молодежь сегодня им предоставил, так сказать, возможность показать себя. Ответный гол сеченовцы смогли забить лишь в середине второго периода. Саровские спортсмены ответили серии атак. Практически вся вторая половина периода прошла у ворот гостей. Хоккеисты Сеченова не смогли выдержать натиск наших спортсменов. Саровчане забросили еще три шайбы, которые остались без ответа. Надо бы что сказать, соперник может где-то сегодня чуть-чуть лояльно отнесется к нам, так как нас поменьше. Мне так показалось, за что им, конечно, спасибо большое. Лишь отдохнув в перерыве перед третьим периодом, сеченовские хоккеисты пробили защиту хозяев льда и забросили вторую шайбу в этой игре. Саровчане больше ошибок не допускали и бросили все силы на атаку. В результате в ворота гостей забросили еще три шайбы. Последняя оказалась в воротах соперника за 18 секунд до конца матча. Итоговый счет на табло 9-2. Можно было, конечно, сейчас здесь наругаться и было поддаваться, но зачем обижать ребят. То есть они, спасибо им большое, что они хотя бы восьмером и то приезжают. Основные игры чемпионата области по хоккею высшей лиги завершились. Саровчане в этом сезоне набрали 23 очка и занимают четвертую строчку у турнирной таблицы. Теперь команды будут бороться за выход в финал. Вача играла вне зачета, она не попадает в плей-офф. И восьмая команда, на данный момент Турень, она вылетает. Остаются шесть команд. Второе и третье место автоматом идет в полуфинал. А четвертый, седьмым, пятый, шестым разыгрывают выход в полуфинал. На протяжении многих лет пионерская городская организация «Союза сияющие звезды» совместно с Саровской дивизией проводят экскурсии для школьников. В этом году программа началась с выступления военного оркестра. На смену музыкантам пришли кинологи, которые продемонстрировали способности служебных овчарок. Собаки задерживали преступника, искали так называемые закладки и выполняли трюки. Акция «Армейский городок» уже стала доброй традицией. Взаимодействие пионеров и дивизий было всегда. В разных форумах оно было. И обычно мы приходим на территорию дивизии с ребятами четвертых, пятых классов. Это те, кто только недавно вступили в ряды пионерских организаций своих школ и хотят посмотреть накануне 23 февраля, как живут военнослужащие. Раньше, когда было много контрактников, еще в казармы ходили, с солдатами, с ручниками общались. Сейчас программа такая более универсальная, я бы сказала. Знакомство детей с Росгвардией продолжилось праздничным концертом и показательным выступлением спецназа. Юным гостям войсковой части удалось увидеть и даже подержать в руках образцы вооружения, примерить на себя бронежилет и противогаз, пообщаться через рации, попробовать армейскую кухню и посидеть за рулем боевой техники. В восторге остались и мальчики, и девочки. Мне понравилось то, что танцевали здесь, показывали представления, как рукопашный бой, воевали, показывали приемы. Масса впечатлений, много эмоций. Здесь очень интересно и очень доступно объясняют. Уникальную возможность посмотреть на жизнь военнослужащих изнутри Саровская дивизия также предоставляет дошкольникам и студентам. В рамках всероссийской акции «Неделя мужества». Ее реализуют по всей стране под лозунгом «Служу России, служу Росгвардии». Патриотические акции, уроки мужества, военные городки. Это уже стала традицией, заложенной им уже многими веками, годами, можно сказать. Поэтому для наших школьников на базе в войсковых числях мы хотим показать им это наше новейшее вооружение, дух русского оружия, образцы нового вооружения, военной техники, ознакомить их с бытом военнослужащих, где они проживают, как питаются, показать им, что они умеют делать за время прохождения службы научились. Одно из главных направлений работы Союза «Сияющие звезды» и российского движения школьников – военно-патриотическое воспитание. Юные гости каждый год готовят подарки для военнослужащих, открытки для солдат, сладкие подарки и поделки, чтобы в преддверии 23 февраля поблагодарить тех, кто стоит на защите нашей Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова